Добрый день! Посмотрим с вами второй прогноз для Стрельцов на январь 2024 года. Что ожидает Стрельцов в январе 2024 года? Атмосфера месяца, работа, финансы, семья, любовь, личная жизнь, физическое состояние или эмоциональное обстоятельства вокруг вас и люди, которые вас окружают. Совет возьмем с колоды Ленорман позже. Давайте посмотрим атмосферу месяца. Король мечей. Это уверенность в себе, это острый ум, это принятие на себя ответственности, принятие решений, размышления, получение информации, различный ее анализ. Не просто сбор информации, как делает это, например, Паша мечей, но и ее анализ. То есть будете что-то сравнивать, размышлять. В общем, трезвый ум, энергетический характер у вас предвидится. Соответственно, это состояние будет транслироваться на все сферы вашей жизни. Давайте теперь смотреть подробно. Работа. Восьмерка кубков. Восьмерка кубков – это расстояние. Первое, что приходит в голову, это удаленная работа, либо это командировки. То есть это какие-то перемещения, передвижения. Для кого-то может быть увольнение с работы. Ну и давайте здесь тогда дополним. То есть это все, что связано с расстоянием. Давайте здесь дополним. Если это увольнение, то это получается для... Взяла колоду Ленорман, но взяла и взяла тогда. Пусть будет так, да? Раз она мне в руки попросилась. Для тех, кто действительно собирается увольняться и идти на новое место, возьмем позицию, потому что здесь велик разброс вариантов. Давайте для тех, кто удаленно работает и для тех, кому предвидится поездка. Ну вот как пошло, так пошло. Взяла три карты. Давайте для соискателей. Развилка. Это действительно выбор принятия решений, куда двигаться, куда направляться. Может быть, действительно переход с одного места на другое. Либо уволившись еще будете выбирать варианты между несколькими местами. Видите, сколько здесь много дорог, город будущего здесь, развилка. То есть будете действительно принимать для себя и в сочетании с Королем Мечей более выгодное решение, где вы можете лучше проявиться как специалист. Ну и, кстати говоря, именно ваш уход здесь может быть связан с тем, что вы почувствуете в себе вот этот опыт и профессиональную уверенность, силу. Будете считать, что вам уже неинтересно на старом месте, что вам интересно заниматься чем-то более сложным, серьезным, ответственным. Может быть, вот так. То есть это для тех, кто точно знает, что он уже все, заявление написал, да, и уходит. То есть это вот действительно уход к новым берегам, выбор нового жизненного пути в плане работы, карьеры. Так, может быть, несколько предложений вам поступило, и вы пока еще обдумаете. Кстати говоря, может кто-то из будущих работодателей за вас бороться и предлагать вам все более и более выгодные варианты, что называется, переманивать, отбивать вас друг у друга, потому что, ну, здесь дух соперничества, да, Король Мечей, опять же, он есть, и здесь свое влияние может так проявлять. Поэтому, несмотря на то, что вы уже твердо решили, твердо, подчеркиваю, да, по Королю Мечей, это не какие-то разброты, шатания какой-то, да, когда вы не знаете, действительно, кто твердо принял решение, а почему развилка вы еще, да, вы еще ищите путь, потому что вас будут склонять, переманивать с одного пути на другой. Вот такое вот может быть. Будете искать выгоду свою там. Давайте теперь посмотрим, для тех, кто работает удаленно, карта всадника. Для тех, кто работает удаленно, тоже, возможно, поездка, либо какое-то сообщение. Может быть, письмо, причем письмо не электронное, а письмо, знаете, или, как хочется сказать, или с курьером, ну, или в любом случае это какая-то доставка. Доставка будет вам, может быть, чего-то, да, всадник. То есть всадник, он что, что-то привез вам, что-то привезет вам. Ну, это может быть какой-то, ну, пакет, письмо, посылка, либо вы будете куда-то что-то отправлять, да, курьер, как курьер-всадник здесь. Потому что из-за того, что вы на расстоянии находитесь с вашим работодателем, вам придется обменяться, ну, какими-то, вероятно, документами, да, что еще может быть с работой связано, чем-то таким. Так, и давайте для тех, кто точно знает, что он едет в поездку, в какую-то рабочую командировку, карта букет. Вот. Ну, во-первых, эта поездка пройдет для вас удачно, успешно, и, значит, она может поспособствовать какому-то вашему карьерному росту. Вы можете познакомиться с какими-то новыми людьми и, значит, как-то проявить себя, показать себя, как вот этот букет, да, показать свои достоинства где-то там, проявить себя с лучшей стороны, показать себя с лучшей стороны. Вот так вот, интересно здесь, так оставим эти позиции, давайте посмотрим. Сферу финансов теперь посмотрим. Двойка, двойка пентаклей. Ну, здесь все без изменений. Либо это, знаете, деньги как пришли, так и ушли, да, вот сколько заработали, столько и потратили. Ну, здесь, скажем так, сфера в январе месяце 24-го года ничем не выдающаяся, ничем не отличающаяся таким особым. Но все равно пентаклевая масть, деньги у вас есть. И, знаете, может быть, даже некоторое какое-то равнодушие к тратам, какой-то вот, не вижу я интереса здесь вашего к финансовой сфере, но деньги есть. Может быть, ну, у вас такое будет состояние, может быть, будете заниматься какими-то делами, решать какие-то другие вопросы. Мы здесь посмотрим. Ну, как бы деньги, они есть и есть вам. У вас не стоит как-то остро этот вопрос. Здесь нет особой какой-то радости, ну, и каких-то серьезных неприятных трат, например, я здесь не вижу. Ну, то есть, ну, идет как идет. Вот, то есть, эта сфера жизни, она здесь, можно сказать, такая блеклая. Давайте перейдем дальше к любовной сфере. Отшельник. Ну, вы здесь в себе. Здесь вам и как-то и не до семьи. Не до вашей второй половины. Опять у вас такая холодная голова. Что-то у вас там какие-то свои мысли даже, наверное, придется раскрывать. Если только вот к работе больше применимо, да, здесь. А здесь вот, например, денежная сфера, любовная сфера семейная, она как-то вам ровна. Если вы не в паре, я могу сказать, вы особо и не ищете свою вторую половину. Сейчас у вас есть какие-то другие, более важные вопросы. Если вы в семье, нет особого общения у вас с вашим партнером, с вашей второй половиной, вы сами увлечены какими-то своими деловыми делами. Вот такая тавтология. Но вот так вот. Все вы в делах. Давайте посмотрим ваше состояние. Девятка кубков. Прекрасное состояние, хорошее здоровье, хорошее самочувствие и хорошее настроение. Но карта такая несколько эгоистическая. То есть будете погружены в свои собственные впечатления, эмоции, чувства. Вряд ли вас будет заботить состояние окружающих вас людей. Девятка кубков – это карта личных удовольствий. Это когда вы будете получать удовольствие от ваших увлечений, от ваших любимых занятий и получать от этого наслаждение. Что об этом будет думать, например, ваша семья, вам неинтересно. Вам захочется несколько проявить, что ли, свой эгоизм такой. Вот захочется для себя пожить. Поэтому здесь вот эта сфера семейная, любовная, она отойдет на второй план. Давайте посмотрим обстоятельства вокруг вас. Двойка кубков. Давайте здесь раскроем. Опять у меня пошла в дополнительные карты. Пошла колода Ленарван. Ну вот, значит, она у меня так и здесь лежит. Давайте раскроем. Ну это может быть приятное общение, встреча с друзьями. Какие-то сердечные разговоры. Может быть, с тем, с кем вы давно не виделись. Человеком важным для вас. Ну, какое-то общение приятное будет. Вы знаете, вы с этим человеком можете делиться прямо такими очень, можно сказать, сокровенными. То, что к сердцу. Можете высказывать другу своему, другу или подруге. Вот то, что у вас на сердце. Очень интересная позиция, потому что жесткий расклад Король Мечей. Но все-таки чем-то вы захотите поделиться. Давайте все-таки посмотрим, что это такое. А почему вдруг Король Мечей у нас решит открыться. Ну и с вами тоже так же могут люди делиться, друзья ваши, чем-то таким, что на сердце как-то, хочется сказать, наболело. Потому что крест на сердце здесь выкладывает. Это как поплакаться друг другу в железку. Разговор по душам. Что еще здесь вдруг? Почему? Вот, да, здесь такой диссонанс некоторый возникает между Королевом Мечей и вдруг такими сердечными разговорами. С чем это связано? С чем-то глобальным. Семерка Мечей. Это может быть, знаете, связано с какими-то обманутыми ожиданиями. Вы можете, или вам могут говорить, или вы можете говорить, что вот я ожидал, что так-так-так будет, а оно все не совсем так складывается. Хочется будет это просто высказать. Опять вот туз Мечей и туз Кубков. Это внезапно, неожиданно. Вот о чем я спрашивала. Почему Король Мечей со своим нордическим характером вдруг захочет вот раскрыть свои чувства, свое сердце. Но это вот именно друг идет. Это не в семью идет. Это куда-то сторонним у человека. Иногда, знаете, как бывает, может быть, там знакомому, малознакомому человеку легче открыться, чем близким. Может быть, вы подумаете, что вас там поймут лучше, чем те, кто вам ближе. Поэтому здесь внезапно вам захочется. Вот это или, может быть, как-то нахлынет резко вот эти вот чувства высказать кому-то. Вот здесь такое прорвет, что называется, да, потому что такие события, как-то, знаете, лед растает и выпрыгнет вот это вот из вас какое-то вот недовольство. Ну, это, знаете, как похоже на обманутые ожидания, но чего-то глобального из мира. То есть вот вы ожидали, что у вас так-то, так-то сложится, а у оно пошло, все что-то пошло немножко не так или что-то пошло так, как вы не ожидали. Давайте совет еще возьмем для вас. Карта ребенка выпадает. Если есть дети, конечно, обращайте внимание на детей, если, знаете, и или, может быть, вот так вот, для тех, у кого детей нет, обратите внимание на какие-то новые дела, на какие-то, скажем так, начало-начало. Вот все новые проекты, новые дела, которые у вас в этом месяце возникнут, а не возникнут, потому что вот карта ребенка об этом говорит, действительно будут важными для вас. Вот, знаете, такое ощущение, что вам как-то сейчас сложно. Вы эти чувства держали-держали все в себе, скорее всего, в конце месяца прорвутся они, и вы выскажете все, что вот все ваши, значит, мысли, эмоции, все вы расскажете, все, что вы в себе вот это носили, копили. Но вот обратите внимание на новое, на важное. И опять же, я сказала, и или, то же самое может быть характерно для тех, у кого есть дети. То есть и детьми занимайтесь, и новыми делами, которые будут действительно для вас важны. Еще вот сейчас прочитала карта ребенка. Здесь у нас паш мечей, опять мечевая масть как-то вот идет. Вы можете, знаете, как в душе себя ощущать, как ребенок. Транслировать всем, как король мечей, холодный, закрытый. А в душе можете быть как ребенок, у которого вот эти вот очень тонкие эмоции, чувства, которые вот они вот. Вот я вот у вас все-таки, несмотря на вашу закрытость, разглядела здесь мягкость. Когда, может быть, вам захочется вот этой самой поддержки и защиты. Вот такое у вас вижу здесь, какое-то у вас, значит, здесь будет признание. И спасибо вам за просмотр. Пишите, что вы об этом думаете. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь, не забывайте. На этой площадке, на других площадках смотрите канал там, где вам удобно. Если вы думаете, что это видео может быть кому-то интересно и полезно, вашим друзьям или знакомым, то обязательно делитесь. И мне будет приятно. Всем спасибо за просмотр. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok